Завтра в стране снова похолодает. В центральных и восточных регионах прогремят грозы, пройдут дожди. Синоптики объявили желтый уровень опасности. Ночью и утром возможен слабый туман. Температура воздуха в темное время суток составит плюс 15. Днем потеплеет до 24. Раскаты грома обычно сопровождаются молнией. От нее нельзя прятаться под деревом. Держать в руках металлические предметы, например, зон, тоже не стоит. Лучше зайти в помещение и переждать непогоду. Тем временем в Южной Америке горит Амазония. Только в бразильской части зафиксировано более 30 тысяч лесных пожаров. Из-за неграмотной вырубки растительности огонь распространился и на поля, которые появились на месте бывших джунглей. Ученые прогнозируют, что с таким уровнем негативного техногенного влияния на природу к концу столетия от памятника природы останется лишь кусочек леса. Северная Каролина, наоборот, страдает от наводнений. Бедствие парализовало движение транспорта. Двое детей пропали без вести. В стихии нанесен ущерб домам. Пожарные отреагировали на десятки звонков от местных жителей с призывами о помощи. Завтра в Бобруйск снова вернутся дожди и прохлада. Небо затянут облака. Возможно, гроза. Ветер северо-западный. Скорость 2,4 метра в секунду. Столбик термометра ночью покажет плюс 17. Днем потеплеет до 21. Анастасия Похлестова, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.